Как председатель общественной организации за гражданские права и член экспертного совета приуполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Андрей Бабушкин побывал уже во многих регионах. Его интересует, в каких условиях содержатся граждане, попадающие в изоляторы временного содержания. Это уже не воля, но еще не место лишения свободы. Сюда помещаются задержанные до предъявления обвинения, обычно не более чем на двое суток. Во время визита правозащитника в камерах находились четыре человека. Андрей Бабушкин пообщался с задержанными. Также правозащитник проверил всю документацию, которая ведется в изоляторе. Отметил добросовестное ведение книг первичного осмотра, хорошее оформление информационных стендов. Также Андрей Бабушкин обратил внимание на то, что в брянском изоляторе в каждой камере размещена информация о правах задержанных. Такое есть только в московском ИВРе, отметил проверяющий. Я еще удивился одной вещью. Вы знаете, в камерах находилось четыре человека. Меньше всех была женщина, она была меньше 12 часов. Больше всех был парень трое суток. И у всех в камерах, я обратил внимание, были книжки. То есть все эти четыре человека читали. Вместе с московским правозащитником изолятор проверили и члены Брянской наблюдательной комиссии, а также представители общественного совета при ОМВД региона. По результатам визита Андрей Бабушкин оценил работу брянского изолятора на высоком уровне и дал некоторые рекомендации по благоустройству помещений, где находятся задержанные. Елена Смирнова, Андрей Гапонов. События. Брянск.